приветствую с мои друзья и гости канала добрый вечер сегодня 11 ноября а значит время вечерних новостей извиняюсь что в субботу и воскресенье вечерних новостей не было просто не было у меня в сочи соответственно смысл говорить про сочи если новостей нет опа включим свет и давайте начнем и так в селе раздольная планирует построить школу и детский сад и если мы посмотрим что же такое раздольное да да то самое место где у нас есть жилой комплекс министерские озера единственное что единственное что не говорят когда планируется к 22 году ну посмотрим там видно будет ну это хорошо потому что это уже обговаривается на таком это значит уже не местные новости а уже региональные новости раз краснодар сказал что должна быть школа значит школа будет сборная россии по футболу прибыла в сочи для подготовки к матчам отбора евро 2020 блин ребят так пожалуйста не расслабляйтесь вы так офигенно сыграли я надеюсь что вы продолжите такую же игру как вот вы показали в прошлом году вы были действительно красавцы и самое главное ну давайте не будьте как наши хоккеисты и в общем если приехали в сочи то занимайтесь делом да вот как максим коломейцев он же пашет он же там не ходит там на рыбалку среди недели он же не ходит там на море так далее он пашет и твои пашет потому что основном видительность это у вас работа играть в футбол работа на скоростную выносливость в общем ребят я вас верю бесплатный матч хоккейный клуб сочи делать подарки горожанам день города ребят день города на халяву можно сходить на хоккей но другое дело что никто вам не гарантирует что команда сочи выиграет но все равно можно прийти знаете позговорачивать посмотреть как же наших разорвут дальше житель краснодара получил полтора года за невыплату кредита поэтому будьте очень аккуратны бдительны что гаш мальчишка и меня это касается да ребят а я всегда долги отдаю я считаю что как бы кредитный долг или простой долг это долг чести вот если бы все остальные считали которые мне должны были бы просто красавчиками да да захаров тебе огромный привет 3n город орск который до сих пор не должен деньги уже должен деньги ребят чтобы понимали три с половиной года три с половиной года но о чем можно говорить но ни о чем просто тупо как бы должен не такие конечно большие деньги да там около 40 тысяч да просто мне проще было чтобы эти деньги взял бы разыграл бы намного среди подписчиков своих чем например просто они где-то валяются и так далее да в чем-то кармане при том ладно не буду говорить полиция расследует серию странных взломов в сочи да да взламывают опять этот адлеровский район опять потому что такое интересное в общем взламывают не знаю что получится или не получится фотограф путешественник поселился в тисамжетовой рощи и рассказал про медведей токсикоманов ну блин как конечно как сделать название хоть стой хоть падай ничего нельзя что ли сказать там блин попрекла фотограф там пофотографировал там увидел как там там где это медведи оказались непонятно кем не понятно чем они чем-то занимались и все не тут начинается а значит так ослабленного и обездвижного грибника нашли до 3 сутки в сочи ребят ну вы я не знаю ну грибники ну возьмите вы с собой телефона лучше 2 ну как так живем 21 веке можно умудриться еще и заблудиться но такие телефоны навигация gps датчики всевозможные есть глонас системы которые могут работать целую кучу времени да всякие гармин и тому подобное ну как так можно раньше блин ориентировались по солнцу по звездам и по муху на пенечке ничего страшного по муравьям ориентировались и нормально все было сейчас блин век новейших технологий мы умудряемся как-то там потом по дурости не знаю что делать да здравствует реверс на трассе джубга сочи начинается плановый ремонт да я и вам его показал еще вчера в общем теперь в джубге до сочи будет ехать проблематично вчера они все подготавливали и теперь все опять реверс 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 хотя дорога в целом до лазаревского нормально а вот дальше лазаревского это уже конечно же печально следующий на стадионе фиш появится концерн площадка и теннисный корт блин ну супер что я могу сказать супер все-таки олимпийский парк развивается да да и раздольный тоже развивается олимпийский парк ждет реновации ребят это нельзя описать словами я рекомендую вам все-таки зайти официально на сайт и посмотреть что же там такого интересного будет потому что потому что ребят потому что много чего будет интересно я посмотрел картинки просто офигел как-нибудь сделаю видео выпуска именно с картинками хотя не так же нравится дальше велосипедист погиб под колесами под колесами самое печальное раньше велосипедисты катались да и как-то слушали прислушивались а сейчас у нас бегут легкоатлеты наушники вставлены все я не он ничего не видит ничего не слышит велосипедист ей тоже наушники все он своем там за этом своем находится мире и на этом фоне конечно тяжело-тяжело ребят тяжело-тяжело еще раз тяжело 10-летнюю девочку сбил автомобиль во дворе жилого дома в сочи ну что я могу сказать нужно аккуратнее ребят вот я сегодня видел картину жаль что меня нету сейчас авторегистатор этой машине в общем сдавал на приоре назад-то парень возле глаз по головпочтанта шел мальчик который воткнулся в телефон и соответственно его прям нормально прям оттолкнул все я остановился мальчиком все нормально все но блин мальчики посмотрел в телефон и еще оказалось когда это остановился еще прям увидел и у водителя был телефон два дебила этой силы вот и все вот я сейчас скажу три дебила ты еще сможешь телефон блин частично согласен с вами ребят но я все-таки блюдю за ситуацией я думаю что блин я стараюсь очень аккуратно как бы опять же еду вперед а не сдаю назад поэтому как бы так талина уволят спрашивает цска одержал победу над сочи в общем говорили как если вдруг сочи проиграет у нас цска команде то все то вот сейчас выясняет ну блин человек слова я думаю что и после таких заявлений я бы сам боялся ну потому что как бы не надо держать свое слово но реально держать дальше на кубани продолжает тушить лесной пожар и соответственно свою очередь призывает мчс и все остальные ну блин аккуратнее будьте блин нас же еще сезон нас еще погода просто шикарно поэтому где-нибудь неправильно развели костер и кирдек и можно сгореть поэтому ребят будьте аккуратны будьте бдительны так далее каштановый мед может исчезнуть вместе с каштаном экологии пасечники блюют тревогу да ребят каштаны 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 еще раз каштаны ну я прочитал статью прям такого глобального ничего не увидел такое ощущение как будто на этой новости хотят хайпануть в сочи возле резиденции президента достроили рекордно дорогой дом представляете себе подостроили рекордно дорогой дом возле 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 и как же у нас данные жилой комплекс называется ну-ка 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 бочаров ручей сообщает согласен комплекс напоминает гору спускающих морю да ребят есть там такой один жилой комплекс если вдруг вы были на пляже альбатрос то увидели что прямо за пляжем альбатрос это кстати там тоже частично отжали у нас пляж и там достроился просто потрясающе дом я завтра обязательно попробую там снять сюжет ну блин там летать нельзя дышать нельзя ничего нельзя там все хорошо только подвесные пути не самые лучшие ну я наверное все таки вам озвучу там цены которые есть все вам озвучу и вы ребят просто офигеете завтра обязательно сниму на эту тему творческий сюжет все сейчас мы помоем машинку новую машину мыть вдвойне приятно ну и в принципе из новостей наверное все вот видите уложились в 8 минут 10 ой 8 минут теперь кто-то спросит макс ты обещал про машину ты обещал про то когда ехал ты обещал то обещал это обещал ну что ему вам сказать давайте попробую вам если уж интересно попробую на словах вам сказать в целом в целом я остался поездкой довольны как бы я так люблю дорогу я так люблю ехать поговорить сам собой наедине сам собой это на немножко отдохнул от всего в общем я просто офигенно провел время в дороге теперь я знаю что трасса москва сочи офигенно комфортно и там можно прям их с хорошей скоростью ехать и целом там офигенно ребята офигенно офигенно еще раз офигенно поэтому лично просто супер теперь что касается сочи еще раз определился что все-таки самый мой любимый город здесь я вижу это сочи даже ночью сейчас проехались просто потрясающие за просто потрясающие виды все супер все классно вполне возможно конечно надо сравнить центр сочи с центром москвой но ребят на центр москвы понимаю что не у всех есть деньги то же самое что на центр сочи но в любом случае как бы после поездки я влюбился еще сильнее в во что все правильно говорить в город с город сочи теперь что касается машины до которую какую я взял все-таки я взял audi q8 q8 одноклассник таких автомобилей да и при похоже по концепции как mercedes glee coupe как bmw x6 такие варианты как lamborghini urus и так далее вот и взял именно как многие говорят что не до урус до без разницы говорят мне понравилось так далее сразу говорю взял комплектацию бомж что такого бомж но есть вентиляции денис подогрев сиденье да есть классная приборная панель точнее даже три штуки да да там все выводится так далее тогда матричные фары есть доводчики и соответственно там как багажник там дув считается прибуду есть ну нет такого там как на ночного увидения да там например инфа красного охота нет панорамной крыши нет массажа сидений нет также музыки там супер топовый которая стоит 600 тысяч ну в общем много чего нет по большому счету нет к кожаной панели сверху там ну в общем можно эту машину довести до 10 миллионов взял я ее гораздо дешевле обзор я постараюсь снять завтра когда поставлю машину на учет планирую тоже поставить все таки может получится на учет чтобы она встала и нормально и потом уже вам вашим просьбам расскажу огромное спасибо за ваше поздравление я если честно когда записывал видеоролик я думал выкладывать или не выкладывать потому что я понимаю что как сказать мне друг еще складывать макс не бери машину потому что блин как бы будешь раздражать и тому подобное вот но с другой стороны знаете что-то купил раф-4 что-то купил хунда и соляриста снова будешь раздражать тех людей которых такой машины нет поэтому я на свой страх и риск взял и этот видеоролик выложил да показал и знаете что блин я не ожидал такой реакции я не ожидал что будет столько просмотров я не ожидал что будет столько лайков я не ожидал что я просто много чего не ожидал скажу честно и знаете что самое обидное это говорит о том что наверное я стал немножко ошибаться я понял что вы мои подписчики вы самые нормальные самые адекватные и иногда да у меня тролли там тролли там еще что-нибудь но на самом деле как бы этот видеоролик вчерашний показал что действительно у меня аудитория адекватная нормальная там я только нашел там два плохих комментарии специальный комментарий не удалял два там даже там там содержать даже ничего такое там не знаю там ну какие-то были два комментарии даже их не запомнил но столько поздравлений столько поздравлений получил ватсап столько подражения поздравлений получил там в контакте в личный в общем ребят вам всем огромное спасибо и духом ребят конечно и и женщины спасибо и мужчины спасибо и дедушки и бабушки и просто ну как бы вы молодцы честно подбодрили я так боялся покупать машину именно из-за того что думаю блин как бы ну буду там раздражать или еще что-нибудь потому что я действительно хотел к этой машине потому что я так получается что я работаю и когда я работаю для получать для всех там то родителям там помогу да сейчас тоже на ремонт заходят кстати дизайн проект завтра будет делать и через две недели будет готов quattro запускает на ремонт но только со своими бригадами но я думаю что все равно начну не буду я ждать пока запустит на мою ремонтную бригаду в общем попробуем провести эксперимент завтра алина поедет сделать дизайн-проект я обязательно сниму хотя не буду снять если вам интересно снять нужно снял видеоролик про то как будет идти к ремонт в квартире моих родителей пишите в комментариях по этим видеороликом если вам интересно дизайн-проект чтобы я взял видеоролик и сделал ставки тоже пишите в комментариях в этом видеоролик как бы если не интересно то даже не буду вас посвящать что касается квартиры для тещи которая для мамы нади То Вячеслав, красавчик Уже с завтрашнего дня Будут шпаклевать стены Уже сделали теплые полы Уже собрали для теплых полов самогонный аппарат В общем, молодцы, сделали уже стяжку В общем, я думаю, что до Нового года Квартира будет готова Тоже, если интересно, я вам сниму Если не интересно, то даже не буду Засолять эфир вот этим Вот как бы делается ремонт По поводу того, что Многие из вас обращаются и ищут квартиру За 3 миллиона рублей, квадратов 35-40 Однокомнатную квартиру с ремонтом Ребят, если бы такие цены были То вы думаете, я бы покупал бы квартиру в черном варианте Квартиру в черном варианте 3 миллиона Уже на ремонт там Ушло около 300 тысяч, если не больше Там дизайн-проект и так далее Она выскочит под 4 миллиона рублей Если бы за эти деньги можно купить хорошую достойную квартиру Вы думаете, я бы заморачивался С этой чернухой, тем более чернухой Еще без полноценных документов Без полноценных документов А вы обычно мне говорите, за 3 миллиона Мы хотим однокомнатную квартиру, статус-квартиру Чтобы там ремонт был хороший и так далее Да не бывает такого Бывает где-нибудь там совсем в днище Которую вы сами не хотите туда ехать Понимаете? Поэтому, ну так оно и есть Теперь что касается Что еще? Что касается Кстати, завтра тоже может быть хороший Сниму сюжет про гаражи Вообще завтра у меня по плану Это съемка домов Дома Буду завтра показывать вам дома От 10 миллионов рублей И до 50 миллионов рублей Буду вам показывать дома Которые находятся на 13 сотках земли Чтобы там все было хорошо и так далее Покажу вам еще там всевозможные домики В общем, завтра контент хорошо разбавлюсь Сегодня просто так получилось Что не успел приехать И сразу же Сразу же я поехал, блин, в Лазаревское Только вчера проезжал Доехал Ну, доехали очень хорошо Людям понравился жилой комплекс Который называется «Жилой квартал» Они красавцы Все там классно сделали И я думаю, что Там как раз они Я думаю, в течение месяца Квартиру приобретут Двухкомнатная Офигенная квартира Вот там реально можно двухкомнатную квартиру Взять со стяжкой пола С батареями С центральным отоплением Там за 4600 Я считаю, это там офигенно Это хорошее предложение Ну, в общем, все Как бы так, да Что еще? Какие-то вопросы были? Да, я не знаю, какие вопросы были В общем, ребят Вам всем хорошее настроение Вам всем побольше позитива Про вечерние новости тоже напишите Нужен ли вам такой формат или не нужен Может быть, уже все надоело Может, что-то другое придумывать Не знаю, там вечерние танцы с бубном Не знаю, еще там вечерний Вечерний ужин Я не знаю, что придумывать В общем, пишите Я всегда прислушиваюсь к вашей точке зрения Еще раз хотел сказать Блин, вчерашний видеоролик Точнее, ваша реакция на его Меня очень сильно растрогала Вам всем огромное спасибо За то, что поддержали меня За то, что не стали меня хейтить Из-за этой машины И, конечно же, я сниму полноценный Видеообзорчик Просто сегодня физически не было времени Про то, какие плюсы, какие минусы Потому что минусы я уже здесь нашел Минусы хватает Но один из основных минусов Открою маленький секрет Очки некуда деть, ребят Ну, как вот в такой машине Я вот завтра днем, конечно, еще посмотрю Может, куда-то можно их деть Ну, куда вот эти очки сейчас девать Скажите, ну, куда их девать Я вот все пытаюсь найти И не могу понять Вот тут как так Вот как можно сделать машину Чтобы Места для очков Не было Ну, это ненормально В общем, это один из главных минусов Еще-то, конечно, минусы есть Но Мы же с вами Разные И мы можем делать свой фокус на минусах А можем делать фокус на плюсах Ой, на фокус на плюсах Ну, и теперь тут спросят А куда делась машина RAV4 RAV4 машина сейчас у моего брата Номер там 426 Если бы он пока номера не поменял В общем, если увидите Можете с ним поздороваться Это мой брательник И Если вдруг кто-то из вас Хочет приобрести Nissan Qashqai В 2010 году Максимальной комплектации С музыкой Босс В хорошую классную машинку То на ней взъездил брат Номера хорошие Три четверки в подарок Если вдруг кто-то хочет приобрести Пишем мне в WhatsApp И я вам дам телефон брата И вы с братом можете пообщаться на эту тему И в общем себе приобрести Вот Все На этом мы будем заканчивать И всем вам хорошее настроение И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok